На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба Гомель не смогла на выезде обыграть испанскую Ракасу в первом поединке четвертьфинала Кубка Вызова ЕГФ. Первый тайм получился равным. Лишь в самой концовке испанки сумели создать небольшой отрыв. На перерыв команды отправились при счете 12-10 в пользу Ракасы. На старте второй половины игры гомельчанки сумели нивелировать свое отставание. На это им понадобилось чуть более 10 минут. А вот дальше у команды Томожа Чатор начались проблемы. В оставшееся до финальной сирены время наши гонболистки смогли лишь дважды поразить хозяйские ворота. В свои же получили 8 голов. 24-18 в пользу Ракасы. Отыграть отставание в 6 мячей Гомель попытается 9 марта. Второй матч четвертьфинального противостояния пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало 18-0-0. 6 марта команда Томожа Чатора в рамках чемпионата Беларуси также на своем паркете сыграет с БНТУ-2. Этот поединок стартует также в 18-0-0. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» возглавила таблицу чемпионата страны в группе «БМ». Подопечные Сергея Цыганкова одержали три победы в первом туре второго этапа. Гомельчане сначала были сильнее БГК-2 31-24. Затем переиграли «Скар-Гуор» 40-28, а в заключительный день турнира вырвали победу в тяжелейшем поединке против молодежной сборной страны 33-32. Второй тур чемпионата в группе «Б» пройдет с 22 по 24 марта в Минске. Футбольный клуб «Гомель» с победы начал серию спаррингов турецкого сбора. Со счетом 2-0 обыгран казахстанский «Акжаик». На протяжении всего поединка «Зелено-белые» владели игровым преимуществом, создавая множество моментов у ворот соперника. Трансформировать их в голы удалось только в самой концовке. На 80-й минуте Невалда головой переправил мяч в ворота казахстанской дружины. Вскоре Илья Гультяев замкнул на дальней штанге навес от углового флажка. 2-0 победа «Гомеля». Сегодня команда Алексея Меркулова играет с еще одним представителем Казахстана – клубом «Кызылжар». В «Гомеле» прошло первенство области. По боксу состязались юноши и девушки в возрасте 15 и 16 лет. Бои проходили на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. На турнире разыграли медали в 13 весовых категориях у юношей и 7 у девушек. В числе соискателей наград было более сотни спортсменов. Конкуренция для регионального старта более чем серьезная. Да и накануне мало. Победители с 11 по 16 марта отправятся в Могилев на первенство страны в этой возрастной категории. Удачное выступление там даст возможность отправиться на первенство Европы. Кстати, у представителей нашего региона серьезные шансы на поездку на континентальный турнир. У нас неплохой этот возраст в Гомельской области. Я считаю, что у нас одна из самых сильных команд в республике в этом возрасту. Есть и финалисты, уже первенство Европы призеры, первенство Европы участники. Я думаю, что наше представительство в национальной команде по этому возрасту будет обширным. Первенство Гомельской области показало, что подготовка резерва на высоком уровне во многих регионах. На высшую ступень пьедестала почета турнира поднимали спортсмены из Гомеля, Лельчиц, Ветки, Мозыря, Жлобина и Речицы. В Минске прошло первенство Беларуси по шашкам 64 среди спортсменов 2011 года рождения и моложе. В состязаниях мальчиков у представителей Гомельской области две награды. Гомельчанин Никита Логутков показал второй результат. На третьем месте расположился еще один шашист из областного центра Феликс Боярский. Победил минчанин Алексей Павлюченко. В соревнованиях девочек на пьедестал почета поднялась Василина Кулагина из Речицы. У нее бронза. Победила здесь Нелли Куртова из Минска. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.